Всем привет, с вами Доскос, и я рад поприветствовать вас в новом цикле, посвященном игре Max Payne 3, наконец-таки она вышла, и первым делом я хочу сказать большое спасибо D-Builderу, прикольный ник, за то, что подарил мне эту игру, и позволил снять этот цикл, потому что были реальные проблемы со взломом, но уберите детей от экрана, потому что сейчас пойдет реальная ругань, взлом пиратки оказался не самым таким неблагородным делом, потому что оказалось, что Rockstar опять намудили, намудили причем по полной, столько сообщений на различных сайтах об ошибках, о критических каких-то вылетах, не запусках, я просто столько не видел, вот лет сто, я скачал эти стимовские 30 гигов, не помню за сколько часов, но в общем 30 гигов через стим качать, да, это проблемно довольно-таки, если вы активный пользователь стима, вы представляете, о чем я говорю, и после того, как я это все скачал, установилось там, что-то дистрибьютивчики всякие, дополнительного обеспечения программного, оказалось, что игра вообще никак не реагирует на запуск, таких сообщений с нереагированием на запуск вообще никакой, без всяких ошибок, без всего, да, без признаков жизни игры в диспетчере задач, вообще без всяких следов присутствия запуска, да, таких ошибок оказалось, таких сообщений с подобными ошибками оказалось просто тьма-тьмущая, я просто, я офигел, когда увидел на всяких там блогах количество ответов на эти ошибки, количество ошибок в ответах новых, которые там говорят, а у меня там такое-то, помогите тоже, да, да, при том говорят, что и такое и СЛН у них было, и, ну, то есть у других людей, в общем, это просто жопа, у меня вот тоже такое же было, для тех, у кого подобная проблема, сразу же сообщаю, как я ее решил, потому что, ну, давайте лучше поговорим об этом сначала, перед запуском сюжетной кампании, да, те, кто нормально все запустил, хотят просто геймплей посмотреть, просто перекрутить, я просто хочу людям помочь, я не знаю, я сам с этим, вот, буквально второй день парился, да, я перекачивал эти 30 гигов несколько раз, это не помогало, в общем, как решить подобную проблему, вот я решил, заходим в папку Steam, там где хранятся ваши игры, заходим в эту папку Common, Steam Apps, по-моему, Common, вот, там все ваши игры, где хранятся от Стима, в общем, в MaxPaint 3 папка убираем пробелы, вот, которая с маленьких букв в папке Common, Дальше заходим в эту папку MaxPaint 3, там будет MaxPaint 3, там, дистрибьющики для игры, и сама папка с игрой, вот, с больших букв в MaxPaint 3, пробелы убираем, и у той папки, которая с маленьких букв, в папке Common, и в следующей папке будет название MaxPaint 3, И с запущенным Steam запускаем не через Steam, а именно, вот, с экзешника, то есть, из папки MaxPaint 3, вот, именно экзешник запускаем, я еще поставил совместимость с Vista и с P2, и запуск от администратора, я не знаю, как-нибудь это повлияло или нет, но, тем не менее, в общем, только так она и запустилась, Это такой бред, я, знаете, такое наплевательское отношение, притом говорят, что легче, то есть, люди скачивали пиратки после того, как они купили лицензии, и со взломанной пиратки у них запускалась, то есть, пираты оказались более играбельными, что ли, пиратские версии оказались более играбельными, чем лицензия, вот, и не только со стимовскими лицензиями проблема, проблемы еще, я читал в магазинах, там много пишут, Они пишут, что они через Social, этот, Rockstar Social Club активируются, которые версии, и им там пишут, что игра уже активирована, то есть, ключ уже используют, они только его купили То ли это промашка 1S, то ли опять Rockstar, хрен поймешь, в общем, проблем просто туча, и все-таки, когда я ее запустил, посмотрите вот на это, это, вот, я, знаете, я столько не ругался с момента Обзора на Postal 3, можете у меня посмотреть, я там просто чуть ли не матерюсь Так, не то, не туда, зашел Сейчас Опять они вернули вот этот счетчик, вот этот, вот, 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 злая шутка, знаете, как, как хлеб по талонам, плюс ты еще по талонам не платишь Но здесь ты заплатил еще за этот хлеб, за этот талон, 600 рублей, а все равно ни хрена не получаешь У меня видеокарта GTX 570 Рокстар, у меня, блин, 120 FPS в Crysis 2 на максимальных настройках выдает, ну, какого хрена я здесь должен на сглаживание экономить? У меня уже от вашего сглаживания придурочного вытекают глаза Оставишь сглаживание на максимум, все равно там все мельтешит Это такой бред Я не знаю, вот Вот и расходники тут, блин, ставь, чтоб тебе влезло Это жесть, причем, например, тесселяция, которая, по идее, нагружает очень сильно видеокарту Основная фича DirectX 11, которую все там хвастались, тесселяция, тесселяция Она почему-то никак не влияет на расход, вот, вашей оперативной памяти, да? Сглаживание, например, вот, видите, сразу там, в два раза практически Ну, это, это такой бред Такой бред, при том, что-то с экраном, я не знаю Я сначала стоял 1920 на 1080 Вот, посмотрите, вот видите курсор? Здесь упирается в границу экрана, все нормально, да? Сверху тоже упирается в границу экрана Ну, вот снизу, смотрите Вот, я сейчас заведу его максимально вниз И, в общем, буду вести, вы поймете, с какой скоростью Я просто посчитаю, вы поймете, после того, как я вылезу из-за границы экрана С какой скоростью все это время двигался курсор Сколько там свободного места? Там какая-то анальная дыра, я не знаю, безграничная Вот, смотрите, веду вниз до самого упора Раз, два, три, четыре Вот на четвертой секунде, вот с такой скоростью только показался курсор Здесь то же самое, справа Я думал, может быть, ну, у меня не по 1920 на 1080 монитор У меня, по-моему, 16 на 10 соотношение экрана В общем, я ставил свое родное разрешение, 1440 на 900 Вот, это, естественно, уже другие соотношения экранов Для моего монитора Я думал, это исправится, но оно так же оставалось Я думаю, ну ладно, запишу тогда первый цикл на 1080p, пускай будет Затенение, кстати, тоже никак не влияет на расходники видеокарты Ну, это какой-то бред, это похоже на шутку Это никакой актуальности не имеет, это вообще не нужно, это... Ладно Короче говоря Покупать, не покупать, ваше дело, но... Вы меня поняли, да? Я вас предостерегаю от того, что может быть Вот, реально, если вы... Вы, конечно, не будете перед покупкой игры лазить по всяким там форумам В надежде перед покупкой игры узнать, нормально она запускается или нет Максимум, что вы сделаете, случайно нарветесь на какую-нибудь форуму о том, что происходит Какие ошибки вообще есть при запуске Но я вам сейчас сказал Очень рискованно, наверное, у... Человек... Пятидесят процентов, наверное, не запускается, если даже не больше Говорят, что вообще в стиме показывают только девять тысяч играющих Девять тысяч, у кого есть, ну, кто в игре Представляете, девять тысяч из того количества человек, которые купили Там, наверное, несколько миллионов купили уже игру Ну, несколько... Не несколько миллионов, ну, тысяч четыреста, наверное, уже на данный момент купила Вот, все-таки предзаказ, сколько делали и все такое И только девять тысяч в игре Ладно Приступим непосредственно Все Я вас предупредил, это мой долг, я считаю В общем, после того, как вы заходите в игру, начинается сразу ролик В таком пьяном угаре, в стиле пьяного угара Как Макс Пейн приезжает на хату какую-то съемную, обшарпанную В ней ничего, естественно, нет Какая-то мебель Он открывает там пару полочек Смотрит там, ну, в общем, пристраивается кое-как Смотрит, где ему жить Сразу же уходит в магазин Возвращается с пакетом бухла Начинает бухать При этом закидываясь тригандой или димедролом Или чем-то там еще, чтобы больше штырило Все это размыто для каких-нибудь эпилептиков Неперевариваемо У них просто начнется приступ Вспоминает там всякие трагедии Из своей жизни Вы сами прекрасно знаете о том Что происходило в предыдущих двух частях В общем, там всякие Как он на могилу жены уходит То ли моны, то ли жены, то ли дочки Фиг знает, в общем Потом опять в бар Потом еще где-то там нажрается В общем, полный пьяный бред И понятно, что с башкой у него совсем плохи дела Он жирный, он обросший И он старый уже Он приехал в Рио-де-Жанур, насколько я понимаю Дело происходит в Бразилии Вот А в общем, все Больше ничего не понятно И с начального ролика Так что Сюжет Новая игра Средняя Приступим Так что, я думаю, что я становился Что они хотели мне быть Здесь я был, пытался Экзекуировать этого плохого Бастера, как Какой-то даймстор Анжел И я понял Они были правы Я не знал, что Правда, если Один из них Помогает Пусть И Один Багает Мой Протекция Багает Эта фабелла Багает Да Ничего не похожи С экстремной Поверти Что сделает Пент-хоус Коктейл Парти Реал Я думаю Они называют Трикл-дон экономикс. Ха-ха-ха... Это странно. Это должно быть параметры. Смирить и дать денег. Я не знаю, что-то для детей. Эй, слушай, мэр. Мы лучше выглядим живым. Эта пляжа утром. У них только ковои, руководители, что-то в воздухе. Это не означало много. Всегда было что-то в воздухе. В семье, которые мы защитили, были чиновники, параситы, с длительными людьми. Таким образом, которые начнутся в магазинах или бакетах, в зависимости от того, как их успех работает. А где они все? Я вижу Родриго там, поговорим с этим человеком. Да, я не знаю его. Это человек рядом с ним. Он какой-то пляж. Я не знаю. Серьезно. Пляжный пляж, анти-ганг. Я не помню его имя. А кто это? Это пляжный пластик, или какой-то пляжный пляж. Пляжный пляж. Пляжный пляж. Пляжный пляж. Пляжный пляж. Пляжный пляж. Виктор. Пляжный пляж. Он был послужим. Пляжный пляж. Пляжный пляж. Пляжный пляж. Пляжный пляж. И так же токсик. А остальное, я не знаю. Но я могу представить типы. Люди, которые знают, что если они много пляжи, они не должны чувствовать о своем хорошем счете. Я не знаю, Виктория, Виктория! Виктория! Пасхов! Что это было? Я не знаю, что это было. Поехали. Дорога пошли от хорошей до хорошей секунды. И теперь были два идиотов на пляже. Готово!